Любовь ко Всевышнему Аллаху и запретная страсть несовместимы. Не могут ужиться в одном сердце любовь к высочайшему возлюбленному и болезненная страсть к творениям. Это несовместимые противоположности. Одно из этих чувств непременно вытесняет другое. Если вся сила любви человека направлена на Всевышнего Аллаха, а любовь не к нему ложная и причиняет страдания, то это отвращает его от любви кому-то иному. И если он любит кого-то, то любит ради Аллаха, или же потому, что тот помогает ему любить его или отдаляет его от того, что противоречит любви к нему или уменьшает ее. Искренняя любовь предполагает единственность объекта любви и отказ от предавания ему сотоварищей в любви. Если объект любви из числа творений не желает, чтобы любящий его любил кого-то еще наряду с ним, и ревнует его к другим, и ненавидит его за это, и отдаляет его от себя, и не позволяет ему приблизиться к себе, и считает его лжецом в его утверждениях о любви к нему, несмотря на то, что он не достоин того, чтобы обращать к нему всю силу любви, если это так, то что говорить о высочайшем возлюбленном? Ведь только он достоин любви, и любая любовь, кроме любви к нему, причиняет человеку страдания. Поэтому Всевышний Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи в этой любви, и прощает менее тяжкие грехи, кому пожелает. Страстная любовь к творениям мешает человеку испытывать любовь, которая принесла бы ему намного больше пользы. Более того, она мешает ему любить того, без любви к кому не будет ему ни праведности, ни блаженства, ни жизни. Поэтому раб Аллаха должен выбрать из двух видов любви один, потому что они не уживаются в одном сердце, и оно не бывает свободным от обоих видов. Того, кто отворачивается от любви к Аллаху, поминания его и стремления ко встрече с ним, он испытывает любовью не к нему, и человек страдает из-за нее и в этом мире, и в промежуточном, барзах, и в мире вечном. Причиной мучений может стать любовь к идолам, крестам, юношам, женщинам, любовь к родне и братьям, или иная любовь к менее значимому из того, что ничтожно, и любовь к чему навлекает на человека унижение. Человек, раб объекта своей любви, кем бы ни был этот объект, и божеством для того, чьим богом не является его властелин и покровитель, становятся его собственные страсти и влечения. Всевышний Аллах сказал, «Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, когда против него был получен довод, запечатал его слух, так что он не внимает наставлением Аллаха, и сердце, так что он ничего не разумеет и не усваивает, и набросил на его взор покрывало. Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не помянете назидание? Сура коленопреклоненная, аят 23. Особенность поклонения. Особенностью поклонения является любовь, сопряженная с покорностью и смирением пред объектом любви, и кто любит нечто и при этом безусловно покорен этому объекту, тот поклоняется ему сердцем. Поклонение – последняя стадия любви, называемая также боготворением. Первая же ее стадия, привязанность. Она названа так, потому что сердце любящего привязывается к объекту любви. Следующая стадия – увлечение. За ней следует влюбленность. Это такая стадия, когда любовь неотделима от сердца. Дальше идет страстная влюбленность. Это уже преувеличенная любовь. Она свойственна людям, но ее ни в коем случае не приписывают Господу миров и не связывают с ним. Затем идет неудержимое стремление сердца к объекту любви. Его связывают со Всевышним Господом. Например, в хадисе о Баммаре ибн Ясире, да будет доволен Аллах им и его отцом, сообщается, что однажды он совершил молитву, сделав ее короткой, и ему сделали замечание в связи с этим. Он же сказал, «Несмотря на это, в молитве я обращался к Аллаху с мольбой, который обращался к нему пророк, да благословит его Аллах и приветствует. О, Аллах! Заклинаю тебя твоим знанием сокровенного и твоей способностью творить. Оставь меня в живых до тех пор, пока согласно твоему знанию твою жизнь будет лучше для меня. И упокой меня, когда согласно твоему знанию смерть будет лучше для меня. О, Аллах! И поистине я прошу тебя внушить мне страх перед тобой в тайном и явном, и слово истины в довольстве и гневе. И я прошу у тебя умеренности в бедности и богатстве. И я прошу у тебя блаженства рая, которое не кончится, и от рады глаз, которое не исчезнет. И я прошу у тебя довольства после осуществления предопределения и приятной жизни после смерти. И я прошу тебя о наслаждении созерцания лика твоего и стремлении ко встрече с тобой. И пусть все это будет без беды, причиняющей вред и искушения, вводящего в заблуждение. О, Аллах! Укрась нас украшением веры и сделай нас указывающими прямой путь и следующими прямым путем. Приводят Ан-Насаи, Ахмад и Банхиббан. Тот же смысл выразил пророк, мир ему и благословение Аллаха, в хадисе. Аллах желает встречи с тем, кто желает встречи с ним. Передали Аль-Бухари муслим. Один из прозорливых сказал относительно слов Всевышнего, если кто-то надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Сура-паук, аят пятый. Зная о силе стремления его приближенных к нему и о том, что сердца их не успокоятся до самой встречи с ним, он назначил им срок и время встречи, дабы успокоились души их. Вот как толкуется этот аят в одном из Тафсиров. Неужели те, которые ослушиваются Аллаха посредством предавания ему сотоварищей и совершения иных грехов, полагают, что они смогут ускользнуть от нас и что мы не властны над их душами? Скверны их предположения. Тафсир Муэссер. Самая прекрасная и блаженная жизнь, жизнь любящих Господа, стремящихся ко встрече с ним, ищущих близости к нему. Их жизнь по-настоящему благая и не может быть у раба Аллаха жизни лучше, приятнее и прекраснее. Это и есть благая жизнь, упомянутая в словах Всевышнего верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью. Сура Пчелы, аят 97. Вот как толкуется этот аят в одном из Тафсиров. Кто совершал праведные деяния, будь то мужчина или женщина, веруя в Аллаха и его посланника, мир ему и благословение Аллаха, тому мы даруем в этом мире спокойную и счастливую жизнь, даже если он и не будет богатым, и мы вознаградим его в мире вечным, наилучшим вознаграждением за то, что они делали в этом мире. Тафсир Муясар. Подразумевается не та жизнь, которую верующие делят с неверующими, благочестивые с нечестивыми, и в которой есть благая пища, одежда, напитки и супруги. Всего этого у врагов Аллаха вполне может быть больше, чем у его приближенных. Всевышний Аллах гарантировал всякому, кто вершил благие деяния, благую жизнь, и он не нарушает своих обещаний. Какая жизнь прекраснее жизни человека, все устремления которого направлены на снискание довольства Аллаха, и сердце его устремлено к нему, тогда как желания и мысли его, ранее устремлявшиеся в разные стороны, собрались воедино в своей сосредоточенности на Аллахе. Поминание высочайшего возлюбленного, любовь к нему, стремление ко встрече с ним, ощущение близости к нему, все это целиком завладело им, так что все его поползновения, устремления и желания вращаются вокруг этого, равно как и все помыслы сердца его. Когда он молчит, то молчит ради Аллаха, когда он говорит, то говорит ради Аллаха, когда внимает чему-то, то внимает ради Аллаха, когда смотрит, то смотрит ради Него, когда протягивает к чему-то руку, то делает это ради Аллаха, когда идет, то идет ради Него. Ради Него он двигается, и ради Него же пребывает в покое, ради Него он живет, ради Него умирает, и ради Него воскресает. Как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Передавая реченное Всеблагим и Всевышним Господом Самым любимым для меня Из всего, что делает раб мой В стремлении приблизиться ко мне Является то, что я вменил ему в обязанность И раб мой будет искать приближение ко мне Посредством добавленного к обязательному Дополнительного поклонения Пока я не полюблю его Когда же я полюблю его То стану его слухом Посредством которого он будет слушать И его зрением Посредством которого он будет видеть И его рукой, которую он будет брать И его ногой, с помощью которой он будет ходить То есть сопровождаемый мною он будет слышать Сопровождаемый мною он будет видеть Сопровождаемый мною он будет брать И сопровождаемый мною он будет ходить И если он попросит меня о чем-то То я дарую ему это И если он станет искать у меня защиты, я непременно защищу его. И ни в чем из совершаемого мною я не проявляю колебания больше, чем в извлечении души из тела моего верующего раба, который не желает умирать и которому я не желаю причинять страдания. Но смерть для него неизбежна. Передал Аль-Бухари. Даже если допустить, что колебания любого из нас обусловлены незнанием последствий некоего действия, то описания, которые дает себя Аллах, не подобны описаниям творений, поскольку нет никого и ничего подобного Аллаху ни в сущности, ни в качествах, ни в действиях. Однако и само это утверждение не соответствует действительности, поскольку мы лишь иногда колеблемся из-за незнания последствий. Но бывает, что мы колеблемся потому, что в чем-то есть и благо и зло, и мы желаем совершить нечто из блага, которое оно несет в себе, и не желаем совершать его из-за зла, которое оно несет в себе. Пример. Отношение больного к горькому лекарству. Более того, все благие дела, которые раб Аллаха желает совершить, при том, что они ненавистны душе его, относятся как раз к этой категории. А в достоверном хадисе говорится, огонь прикрыт удовольствиями, а рай прикрыт тем, что ненавистно. Отсюда становится ясно, какого рода колебания подразумевается в хадисе. Ищущий приближение к Аллаху, любим Аллахом и любит его. Он ищет приближение к нему, исполняя обязательное, которое он любит, а затем и усердствуя в дополнительном. А ведь Аллах любит и это дополнительное, и того, кто совершает его. Таким образом, он делает все, что может, из любимого Аллахом, и Аллах любит его за совершение любимого им. И Господу ненавистно то, что огорчает его раба, любимого им. А тот испытывает отвращение к смерти, поскольку желает успеть совершить побольше того, что любимо им. Однако Всевышний Аллах предопределил смерть, и он пожелал, чтобы все предопределенное им исполнялось, и оно непременно исполнится. Таким образом, Господь желает, чтобы смерть пришла к его рабу, поскольку сам он предопределил ее ему. И вместе с тем, он не желает огорчать своего раба посредством этой смерти. Таким образом, получается, что с одной стороны смерть раба желанна для Господа, а с другой стороны ненавистна ему. А это и есть истинная сущность колебания, когда нечто желательно с одной стороны и ненавистно с другой. И хотя что-то одно должно перевесить, в данном случае желание, чтобы смерть пришла к его рабу, оно сопровождается нежеланием огорчать раба. И то, как Всевышний желает смерти верующему, которого он любит и которого не желает огорчать, отличается от того, как он желает смерти неверующему. Маджмуальфатава. Этот благородный хадис от Господа, недоступный пониманию обладателя грубой натуры и непроницательного сердца, сводит способы обретения его любви к двум. Это исполнение того, что он вменил нам в обязанность и приближение к нему посредством дополнительного поклонения. И Всевышний Аллах сообщил, что совершение нами обязательного он любит больше, нежели все то, посредством чего люди ищут приближение к нему. И только потом идет дополнительное поклонение. И он сообщил, что любящий его старается совершать как можно больше дополнительного поклонения, дабы Аллах полюбил его. Когда же он полюбит его, то следствием любви Аллаха к нему становится другая любовь. Его любовь к Аллаху в добавление к первой. Эта любовь занимает сердце его, отвлекая его от мыслей о ком-то, кроме объекта его любви. И устремлений не к нему. Она завладевает духом его. Так что не остается у него места ни для кого, кроме объекта любви его. Поминание его, любовь к нему. Осознание его совершенства. Начинают управлять сердцем его, давлея над духом его. Так, как овладевает объект любви тем, кто искренне любит его, направляя на него всю силу любви своей. Нет сомнения в том, что когда такой любящий слышит, видит, берет что-то или идет, то Всевышний как будто сопровождает его во всех этих действиях. Он в сердце его и с ним. Он тот, чьей близости он радуется, и спутник его. В данном случае подразумевается сопровождение. Однако сопровождение это не имеет равных и подобных, и оно непостижимо посредством одного только сообщения и знания о нем. Это вопрос, связанный с положением раба в том, что касается его связи с Господом. И это не вопрос исключительно знания. Случается, что нечто подобное ощущает и любящий себе подобное творение, хотя это и не соответствует его природе. Для влюбленного нет ничего ближе объекта его любви, и порой любовь настолько завладевает его сердцем, что тот, кого он любит, становится для него ближе собственной души, так что он забывает самого себя, но не забывает объект любви своей. Как сказал Маджнун, «Желаю я Лейлю забыть и уж не вспоминать о ней, но образ ее постоянно стоит пред очами моими». А кто-то другой сказал, «Вас забвенью предать я заставить пытаюсь сердце, но оно всем попыткам отчаянно сопротивляется». В хадисе упоминаются именно слух, зрение, рука и нога, поскольку это инструменты восприятия и действия. Слух и зрение приносят сердцу желание и отвращение к чему-либо, любовь и ненависть, а оно уже использует руки и ноги. И если раб Аллаха слышит и видит сопровождаемый им, то Аллах оберегает его органы восприятия, его любовь и ненависть направляются на то, на что они должны быть направлены, и он оберегает его в том, что касается действий его рук и ног. Задумайся же о том, как Всевышний ограничился упоминанием о слухе и зрении, руках и ногах, не упомянув о языке. Поистине слуховое восприятие осуществляется иногда по воле самого человека, а иногда против его воли. И то же самое можно сказать о зрении. То же дело обстоит и с движениями рук и ног, которые раб Аллаха неизбежно совершает. Но движения языка осуществляются исключительно умышленно, по собственному выбору его обладателя. И раб Аллаха может обойтись без этих движений, за исключением тех случаев, в которых ему велено совершать их. К тому же язык человека полнее выражает то, что в его сердце, по сравнению с остальными органами тела. Ибо язык, оратор и посланец сердца. Задумайся и о том, как Всевышний разъясняет неразрывную связь действий его раба с ним, когда тот пользуется своим слухом, зрением, руками и ногами. То есть сопровождаемый Мною Он будет слышать, сопровождаемый Мною Он будет видеть, сопровождаемый Мною Он будет брать и сопровождаемый Мною Он будет ходить. Так Он указал на то, что Он со Своим рабом и на то, что действия Свои Его раб осуществляет благодаря Ему и с помощью Его. И это касается и Его восприятия посредством слуха и зрения и движений, которые он совершает своими руками и ногами. Задумайся о том, как он сказал, сопровождаемый мною он будет слышать, сопровождаемый мною он будет видеть, сопровождаемый мною он будет брать. Но не стал говорить, ради меня он будет слушать, ради меня он будет видеть, ради меня он будет брать. Кто-то может решить, что это последнее выражение правильнее и лучше передает смысл и отражает суть сказанного. Но они ошибаются, поскольку здесь подразумевается не только то, что он будет делать все это с его помощью. Известно, что все движения и благочестивых и нечестивых и их восприятие осуществляется с помощью Аллаха. Здесь подразумевается сопровождение, то есть он слышит, видит, берет и идет, и при этом я сопровождаю его, я с ним. Это подобно его словам, упомянутым в другом хадисе. Я с рабом, когда он поминает меня, и губы его двигаются, передали Ибн Хиббан Ахмад. Это особая близость и сопровождение, упомянутая в его словах, не печалься, поистине, Аллах с нами. Сура покаяния, аят 40. И в словах пророка, мир ему и благословение Аллаха. Что ты думаешь о двоих, с которыми третий Аллах? Передали Аль-Бухари, муслим. Во время своего переселения из Мекки в Медину, посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, и сопровождавшие его Абу-Бакар, укрылись в пещере. А тем временем мекканские язычники прочесывали окрестности, желая схватить их. Когда язычники обступили пещеру, в которой сидели посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует и Абу-Бакар, Абу-Бакар невольно напрягся, поскольку язычники были так близко, что могли без труда увидеть их. Однако посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. Успокоил своего путника, напомнив ему о том, что Аллах с ними. Абу-Бакар да будет доволен им Аллах, передает. Когда мы сидели в пещере, я сказал пророку мир ему и благословение Аллаха. Если бы один из них посмотрел себе под ноги, он непременно увидел бы нас. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал «О Абу-Бакар, что ты думаешь о двоих, с которыми третий Аллах?» Передал Аль-Бухари. Всевышний Аллах упомянул об этом случае в своей книге. Если вы не окажете ему, Мухаммаду, поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику Абу-Бакару «Не скорби, ибо Аллах с нами». Тогда Аллах не спослал ему спокойствия. Сура покаяния, аят сороковой. Об этом же упоминается и в словах Всевышнего Аллаха «Поистине Аллах створящими добро» Сура Паук, аят 69. И поистине Всевышний Аллах с теми, кто совершает благодеяние из своих творений, помогая им, оберегая их и наставляя на истинный путь. Тафсир Муясар. А также в его словах «Поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро» Сура Пчелы, аят 128. И в его словах «Будьте терпеливы, ибо Аллах стерпеливыми» Сура Трофеи, аят 46. И в его словах «О нет, со мной мой Господь, и он укажет мне прямой путь» Сура Поэты, аят 62. Тот же смысл имеет и сказанное им Муси и Харуну, мир им обоим. «Не бойтесь, ибо я с вами, я слышу и вижу» Сура Таха, аят 46. И не будет у раба Аллаха искренности, терпения, упования и подчиненности Аллаху, обудия, без этой близости. Когда Аллах со своим рабом, тот легко преодолевает трудности и опасности сменяются для него безопасностью. Когда Аллах с тобой, все трудное становится легким, все тяжкое облегчается, все далекое приближается. Благодаря этой близости уходят печали и тревоги. Когда Аллах с тобой, то не остается ни озабоченности, ни тревог, ни печалей. Они возникают там, где человек лишается этой близости, и тогда сердце его уподобляется рыбе, вытащенной из воды, которая вертится и подпрыгивает, стремясь вернуться в прежнее состояние. Когда раб Аллаха таким вот образом начинает согласовывать свои устремления и действия с тем, что угодно Господу, Господь дает ему то, что требуется ему и в чем он нуждается. Об этом Всевышний Аллах и сказал. И если он попросит меня о чем-то, то я дарую ему это. И если он станет искать у меня защиты, я непременно защищу его. То есть, как он поступает согласно тому, чего я желаю от него, исполняя мои веления и ища приближение ко мне посредством угодного мне, так и я буду исполнять желание его, когда он просит меня о чем-то, или ищет у меня защиты от чего-то. И эта обоюдная согласованность укрепляется настолько, что предполагает колебание Всевышнего Господа в том, что касается умершвления его раба, поскольку тот питает отвращение к смерти, а Всевышний Аллах не желает того, чего не желает раб его. Он не желает причинять ему страдания, но получается, что для этого он должен не умершвлять его. Однако благо для раба заключается как раз в этом умершвлении, поскольку Аллах умершвляет его лишь для того, чтобы оживить, и насылает на него болезнь лишь для того, чтобы исцелить, и обрекает его на бедность лишь для того, чтобы обогатить его, и лишает его только для того, чтобы потом даровать. И он вывел его из рая, когда тот пребывал еще в чреслах праотца своего, лишь для того, чтобы вернуть его туда в наилучшем положении. И он сказал праотцу его, выйди отсюда, собираясь при этом вернуть его туда. Это и есть настоящий возлюбленный, и нет иного кроме него. И если бы в каждом волоске на теле раба Аллаха жила совершенная любовь к Аллаху, то это было бы лишь частью того, что полагается ему от его раба. Люби кого хочешь, но нет любви настоящей, кроме любви к единственному достойному любви настоящей. К скольким местам за жизнь свою человек привыкает, но тоску по первому месту он навсегда сохраняет.